добрый день меня зовут александр 30 сыпков и я хочу сегодня начать новый цикл уроков этот цикл уроков будет объединен темы тайны еврейского имени или просто еврейское имя у нас будет пять уроков в которых мы узнаем и аллаху и обычаи и кабалу из гулот какие которые связаны с еврейским именем и первый урок который вот сегодня у нас начинается это важность имени правила выбора еврейского имени как связан душа человека и что поднимают понимают наши мудрецы под именем так вот раф хайм виталь ученик аризаля со слов своего учителя говорит такую вещь что есть у человека это мы знаем без рафа хайма вита что есть у человека душа это душа имеет определенные уровни до в идеале этих уровней у него 5 это нефиш рох а я их и да так вот из этих пяти уровней у нас есть три индивидуальных и два коллективных это один для три индивидуальных это нефиш рох и не шама так вот не шама по словам аризаля это и есть та часть которая называется именем точнее говоря если вот есть у нас тело этого тела есть органы какие-то части тела голова туловище руки ноги так вот у той души которая называется не шама высшая душа есть тоже такой орган который называется имя и вот наш орган и про часть тела голова состоит из органов глаза мозг уши и так далее там внутренние какие-то органы так вот имя наше тоже состоит из букв и есть такое правило которое приводится как в талмуде так и в зуаре которые говорит она на арамите звучит как шмага рим на иврите она звучит как шем горым дословно переводится имя влечет последствия так вот а так как имя связано с душой естественно она влечет какие-то последствия и мы находим историю например в трактате брахот где произошла эта история с рабби мэйром и его товарищами его товарищи и он отправились куда-то в путешествие зашли в гостиницу это был шаббат пятница и когда она что они пришли в гостиницу познакомились хозяином гостиницы и выяснилось что имя переводится как мошенник и рабби мэйр он полагался на правило что имя влечет последствия а его товарищи не полагались на это правило и поэтому когда наступал шаббат они положили там где-то в сейфе у хозяина деньги то есть оставив на хранение араби мэйр пошел на кладбище где-то в какой-то могиле спрятал свои деньги так вот утром приходит тот хозяин имя которого переводится как мошенник и говорит что приснился ему отец то есть отец этого хозяина гостиницы говорит вот в голове у меня она моим в голове моей могилы там в изголовье моей могилы лежит кошелек с деньгами пойди и забери его если он спрашивает следует ли мне верить ему или не следует и товарищи рабби мэйра так как они особо ни на что внимания не обращались к нет мне не верят но рабби мэр был в курсе он понимал что действительно все что ему приснилось это истинный сон и он побежал на кладбище весь шаббат провел там до конца дня охраняя собственно свои деньги так вот это проиллюстрировано так как что означает собственно говоря имя влечет последствия она влечет последствия с какой стороны аризаль расшифровывает это я рассказал историю которая показывает нам в виде какой-то притчи или сказки может быть даже так но аризалит уже переводит на более глубокий язык и он говорит такую вещь что в имени человека содержатся буквы и каждая буква она содержит определенные качества человека и также имя а вот эти буквы этого имени указывают нам исправление которые должен сделать человек путем каких-то нарушений в предыдущих гилгулях и аризаль как раз таки он обладал такой способности он видел буквы у людей на лбу по этим буквам она пределах качества так вот перейдем теперь собственно грек имя имя есть три мнения сколько есть имен у человека по одному мнению куэльтра багать что есть три имени у человека одно имя которое дает ему отец и мать второе это имя которое дает ему всевышний и третье это имя которым называют его люди то есть три типа имен есть другое мнение которое говорит что имя которым называют человека отец и мать это и есть то имя которым называет человека всевышний почему потому что считается что в момент когда родители обдумывают какое имя дать ребенку они обладают уровне малого пророчества то есть им всевышний посылает в мозг какое-то определенное имя они с ним соглашаются и таким образом вот это имя она получается и со стороны родителей и второе именно это имя которое дал всевышний значит я сейчас хочу рассказать вам такую вещь значит в книге от царта елот израиль значит это сборник молитв молитв народа израиля в третьей его части есть молитва перед принятием решения он речением принятие решения перед выбором имени ребенку так вот значит говорится там такая вещь что это имя помогает любое имя человека помогает возвеличить человека святости служение всевышнему и оживить человека то есть поддерживать его жизненные силы таким образом смотрите обычно мальчику например дают имя на восьмой день после рождения во время обрезания если она откладывается то как правило на 30 день после рождения то есть тот момент как можно быстрее нужно дать имя и считается что вот от первого до восьмого дня ребенок он под особым охранением всевышнего а уже после на его должны защищать какие-то заповеди какие-то другие вещи родители например так вот это запад бритмила и также ими и а значит дальше есть такая интересная вещь в наших медрошах что мы знаем что например муж арабейну имел десять имен и тро его тесть имел семь имен в обычные в наши дни человек может иметь там двойное тройное очень редко когда больше трех обычно двойное имя и соответственно это имя она может быть изначально получена человеком как двойное а может быть добавлено в ходе его жизни об этом мы узнаем на других уроках каким образом добавлять либо изменять имя так вот вернемся мы к вопросу важности правильного выбора и иначе ты имени и какие традиции с этим связаны есть несколько традиций основных 2 на самом деле это ашкинастская сефардская ашкинастская традиция заключается в том что человека называют в честь умершего родственника в не принято называть человека в честь живого родственника у сфарадим с точностью до наоборот у них не принято называть в честь умершего родственника но принято называть в честь живого родственника поэтому зависимости от того какой традиции принадлежит человек, на то он в первую очередь должен ориентироваться. Это один из вариантов, какое имя выбрать. То есть есть родственник, и мы хотим назвать в честь этого родственника ребенка. Но есть другие варианты. Например, можно дать имя ребенку в соответствии с хумашом. Опять же, два варианта. Первый вариант. Мы открываем хумаш на недельной главе, которой родился ребенок, и смотрим, какие имена в этой недельной главе присутствуют. С мужскими именами, как правило, нет особых проблем. С женскими именами их меньше. В Торе их меньше. И поэтому, например, можно выбрать женское имя по авторе к недельной гморе. Например, одна из недельных глав, которая содержит только мужские имена, я сейчас не помню эту главу, но если мы посмотрим в авторе, то мы увидим, что там говорится об одном из сыновей Давида, к мать, которого этого сына звали Хагид. Соответственно, у нас есть имя Хагид, там же упоминается имя Батшева, вот у нас появляются женские имена. Как правило, женские имена у нас многое в Торе, в первой главе, в первой книге Тора, в книге Берешет, в остальных их немного меньше. Так вот, интересно, сразу же поговорим о пророчестве, не пророчестве, есть у родителей пророчества, нет у родителей пророчества. Моше, как я сказал, он имел 10 имен. При этом имя, которое ему дал отец, было одно, имя, которое ему дала мать, было другое. Имя ему давал отец, мать, его дедушка, его сестра, его Аарон, Мирьям, каждый его звали по-разному. И вот имя Моше, которое дошло до нас, это как раз таки имя, которое дала ему Бития. Бития – это приемная мать Моше. Соответственно, и, как говорят Медраши, как раз таки, вот имя Моше, оно и было тем именем, которое пришло посредством пророчества. И действительно считается, что Бития – одна из женщин, обладающих пророческим даром. Так вот, на примере этой Битии мы еще и выясняем, что приемные родители, когда дают имена своим приемным детям, они также могут получить этот дар пророчества, и они должны также сознательно подходить к выбору приемного ребенка. О важности имени, что у человека должно быть имя, мы находим в Шулхан-Арухе. Я хочу сказать об этом в завершении. Смотрите, в Шулхан-Арухе, в раздел Йор-Эдэ, Осиман-265, говорится, что ребенок, который умер, прежде чем исполнилось ему восемь дней, делают ему бритмела при погребении куском, кремнием или тростником, и дают ему имя для памяти, чтобы смилостился над ним на небесах Всевышний, и чтобы ожил он при оживлении умерших. Так пишет Шулхан-Арух. И хотя Шулхан-Арух пишет, что прежде чем исполнилось восемь дней, Бейр-Эдэф объясняет, что речь идет о любом человеке, который не имеет имени. То есть ему нужно дать имя при погребении. И разрешают даже раскопать могилу для того, чтобы сделать ему бритмела и назвать имя. Но если, например, в случае с женщиной, когда они делают бритмела, то не разрешается раскапывать могилу и имя называют у девочки, таким образом собравшись на могиле. Такие вот эти вещи, которые описаны как в Шулхан-Арухе в Бейр-Эйте в Кнесет-Исраэль, Шут-Мир-Нативим, так они говорят, что это очень важно. А почему? Потому что если у человека не будет имени, у него будут проблемы с оживлением при наступлении будущего мира. На этом я хочу закончить этот урок. И на следующем уроке мы рассмотрим тему, кто же дает, собственно говоря, имя ребенку. Отец или мать, отец и мать вместе или еще кто-то. Поэтому обязательно посмотрите следующий урок. Мы закончили первый урок. И для того, чтобы у зрителей была возможность лучше понять тему либо выявить наоборот те места, в которых возникло непонимание, я предлагаю делать такое, после каждого урока давать небольшое задание, небольшое домашнее задание, которое, выполнив человек, поймет, действительно он разобрался в вопросе, либо нет, у него появляется какое-то непонимание, он формулирует вопрос, на который я с Божьей помощью отвечу. Так вот вопрос, который будет как бы заданием, заданием после нашего первого урока, следующий. На уроке я рассказал о правилах, которые, которым нужно следовать при наречении имени, при выборе наречения имени. Ответьте на такой вопрос, соответствует ли ваше имя правилам, о которых было рассказано на уроке. Продолжение следует...